Общественная палата Калмыкии продолжает реализацию проекта «Федеральный час». В этот раз гостью мероприятия стал руководитель управления Росреестра по Калмыкии Дольган Буватинов. Следуя заведенному порядку, руководитель ведомства ответствовал на различные вопросы, поступившие от жителей региона. В числе наиболее актуальных тем – механизм работы Единого государственного реестра недвижимости, а также изменения в процедуре предоставления сведений из ЕГРН, введенной в марте этого года. Общественники отметили, что в дальнейшем запланировано привлечение и других руководителей региональных управлений и федеральных ведомств. Если раньше, допустим, при регистрации выдавали свидетельство о регистрации, да, наверное, у многих такие свидетельства имеются, то свидетельство в день законодательства теперь подтверждающим документом о том, что у человека есть имущество, и он является собственником, является выпиской ЕГРН. Допустим, если вы хотите продать, то человек хочет купить, и он может проверить, ваше имущество или не ваше, запросив выписку из ЕГРН. Соответственно, и такая выписка будет подтвердать, что вы являетесь, допустим, собственником этого имущества. Там находится в ЕГРН, содержатся сведения об объекте недвижимости, квартира, дом, земля и так далее, о кадастровой стоимости. То есть, ну, все характеристики объекта обозначены, и там также выписки могут быть обозначены, является ли аварийным объектом или не является аварийным объектом. Это самое главное, да, потому что, чтобы человек не покупал кота в мешке, он может запросить выписку и знать, что вот этот объект не является аварийным, а вот этот объект, допустим, является аварийным. Потому что, ну, буквально, наверное, уже, наверное, вот действует норма, когда органы местного собрания обязаны предоставлять сведения в Росреестр о том, являются ли эти объекты аварийными или нет. Вот, допустим, на квартиру дома аварийный мы вносим эти сведения о том, что на квартиру дом аварийный, и когда вдруг человек захочет продать эту квартиру от этого дома, покупатель, он будет знать, что его уже, он не купит кота в мешке, он будет брать квартиру и будет видеть, что оба, это дом аварийный, и уже задумывается, стоит ли брать ему эту квартиру или не стоит ли брать эту квартиру. Вот, это, как бы, одна из таких ступеней защиты, чтобы человека не обманули.